Добрый день, уважаемые доктора! Тема сегодняшней лекции – воспалительные заболевания парадонта и осложнения, возникающие при наличии хронических очагов инфекции в полости рта. Тема лекции для вас интересна и актуальна с той позиции, что в стоматологии примерами ассоциированных патологий могут служить сочетанные заболевания внутренних органов и генерализованного парадонтита. И на сегодняшний день клиническая медицина накопила многочисленные свидетельства в пользу взаимного отягощения различных заболеваний внутренних органов, ассоциированных с заболеваниями полости рта. Постараемся разобраться пошагово и конструктивно, но начать лекцию хочу со слов известного ученого профессора Адольфа Ивановича Кирсанова. Полость рта – это маленькое окошко, заглянув в которое профессиональным взглядом можно открыть большие тайны внутренней патологии. В 2003 году Всемирная организация здравоохранения разработала глобальную программу стоматологического здоровья и сформулировала политику необходимые меры для постоянного улучшения здоровья, чтобы повысить осведомленность о стоматологическом здоровье во всем мире, так как оно является важным компонентом общего здоровья и качества жизни. Стратегия заключается в том, что профилактика заболеваний полости рта и пропаганда гигиены полости рта должны быть интегрированы с профилактикой хронических заболеваний и общего здоровья. Самыми распространенными болезнями полости рта являются кариес зубов и его осложнения. Эти заболевания мы с вами подробно рассмотрели в предыдущей лекции, а также сюда относятся заболевания парадонта – гингивиты, парадонтиты, парадонтозы и возникающие от них осложнения. Низкий уровень профилактики и несвоевременное выявление заболеваний полости рта обуславливают развитие осложнений – переоститы, остеомелиты, абсцессы, флегмоны и т.д. И сразу для наглядности клинической картины патологии на слайде представлены фотографии полости рта пациентов с воспалительно-деструктивными процессами в тканях парадонта. Основными клиническими симптомами хронического генерализованного парадонтита являются хроническое воспаление десен, наличие парадонтальных карманов, появление над- и поддесневых зубных отложений, отечность, изменение цвета десны, болевые ощущения в области десен во время жевания, подвижность зубов и изменение их положения, веерообразное расхождение зубов, оголение шеек и повышение чувствительности. Также может возникать резорбция костной ткани альвеолярного отростка, нарушение окклюзии, диастемы и тремы, т.е. щели между зубами. При обследовании выявляются нарушения в микроциркуляторном русле парадонта, изменение местной иммунологической реактивности и резистентности тканей парадонта, отклонения со стороны других органов и систем организма. Клиническая картина системных заболеваний парадонта часто отягощается травматической окклюзией. Таким образом, функциональная перегрузка, сопровождающая системные заболевания парадонта, является одним из патогенетических факторов, определяющих клинику, диагностику, планирование ортопедического лечения и прогноз. Немного эпидемиологических данных. Распространенность заболеваний парадонта в России, по данным различных авторов, достигает 98%. Генгивит занимает первое место по распространенности среди заболеваний парадонта. Отмечено повышение частоты генгивита в группе до 13 лет. Примерно у 50-80% детей этого возраста наблюдается проявление разных форм генгивита. С возрастом частота генгивита снижается, но эти данные не всегда подтверждаются результатами последних исследований. Одновременно увеличивается распространенность парадонтита, проявление которого, начиная с 35-40 лет, достигает почти 100%. Тяжелые формы парадонтита составляют при этом от 20 до 40%. Особые разновидности парадонтита, такие как юношеский парадонтит, в общей структуре составляют от 0,1 до 0,4% и быстро прогрессирующий парадонтит от 2 до 5%. Среди основной массы население встречается редко. Заболевания парадонта встречаются чаще у мужчин. Исключение составляет юношеский парадонтит, который в отношении 2-4 к 1 встречается чаще у девушек. В чем заключается состояние проблемы с данной группой заболеваний? Отмечен рост частоты и агрессивности патологии тканей парадонта у лиц молодого возраста. Выделены парадонтопатогенные микроорганизмы. Активно изучается вопрос взаимосвязи стоматологической и соматической патологии и их взаимное влияние друг на друга. В мире известно более 50 соматических заболеваний, протекающих с поражением парадонта со 100% закономерностью. Доказана взаимосвязь заболеваний тканей парадонта с психосоматическими расстройствами. Распространенность болезней парадонта составляет 98% и является основной причиной потери зубов у лиц старше 40 лет. Согласно теории великого парадонтолога доктора Зигмунда Сокрански, для развития парадонтита необходимо сочетание четырех факторов. Первое – подходящие местные условия в полости рта. Повышенное содержание парадонтопатогенных бактерий. На слайде вы видите название представителей этой группы бактерий, в частности, папримонос гингивалис, трепонема дентикола, а также индуктор острого агрессивного воспаления, актинобацилиус, актиномицетим комитенс. Следующий фактор – ослабление защитных сил организма. И, наконец, сокращение количества бактерий, ингибирующих развитие парадонтита, то есть подавляющих или задерживающих прогрессирование процесса. Давайте рассмотрим строение парадонта. Все составляющие ткани и образования хорошо представлены на данной картинке. Итак, смотрим. В состав парадонта входят костная ткань альвеолярного отростка, волоконный аппарат периодонта, десна, поверхностный слой цемента корней. Сама десна имеет непосредственно несколько зон. Это свободная десна, в ее составе межзубный сосочек, краевая десна, а также различают прикрепленную десну. Ширина прикрепленной десны в разных участках не одинаковая. Самая минимальная ширина прикрепленной десны в области зубов 3-4-4-5 и составляет 1,8 мм. Максимальная ширина в области фронтальных зубов верхней челюсти, где составляет от 3,5 до 4,5 мм. На этом слайде на рисунке мы видим волокна тканей парадонта. Поскольку парадонт – это комплекс тканей, в составе можно отметить волокна десны, волокна периодонтальной связки и альвеолярную кость, где различают стенку альвеолы, компактную кость и тробикулярную кость. Функциями парадонта являются опорно-удерживающие, но при этом надо помнить, что зуб укреплен в лунке не статично, а динамично, то есть обладает физиологической подвижностью. Амортизирующая функция волокна парадонта трансформирует жевательную силу. Пластическая функция обеспечивает высокую регенеративную способность тканей парадонта за счет активной работы фибробластов, цемента и остеобластов. Трафическая за счет разветвленной густой сети капилляров и нервных рецепторов. Рефлекторная функция осуществляется нервно-рецепторным аппаратом парадонта. Барьерная или защитная функция поддержания целостности парадонта, а также определенное значение в предупреждении сенсибилизации организма, приодонтогенной инфекции и функция сосудистого насоса. Есть еще такие важные анатомические образования и понятия, которые изучаются парадонтологом при обследовании пациента с заболеваниями десен. Это десневая бороздка, эпителиальное прикрепление, соединительно-тканное прикрепление, глубина десневой бороздки. В норме и при начальных стадиях воспалительного процесса, при генгивите, когда процесс еще обратимый, соединительно-тканное прикрепление не нарушено, как показано на рисунке, мы видим прикрепленный эпителий. При парадонтите соединительно-тканное прикрепление нарушается и образуется так называемый парадонтальный карман. В норме глубина десневой бороздки в пределах от 0,5 до 2 мм. Если при зондировании обнаруживается глубина более 2 мм, это уже патология парадонтальный карман, то есть это результат резорбции костной ткани, что подтверждает наличие воспалительного процесса, то есть парадонтита. В норме часть корня зуба – это уровень цементно-эмалевой границы – выступает из-за львеолярной костной ткани и охватывается краем десны. В кости постоянно происходит физиологическая перестройка, представленная резорбцией и образованием кости. При этом цемент корня не резорбируется, а лишь ритмически откладывается в течение всей жизни на поверхности корня зуба. Компенсаторно откладываясь в области верхушки корня, цемент обеспечивает сохранение длины зуба при стирании эмали в течение жизни – это пассивное прорезывание зуба. На язычной стороне корней зубов цемент откладывается более толстым слоем, чем на вестибулярной. Отложение цемента у мужчин более выражено, чем у женщин. Согласно теории непрерывного пассивного прорезывания зуба, первоначально предложенной Готлибом, прорезывание зубов продолжается всю жизнь и сопровождается постепенным отделением эпителиального прикрепления от поверхности эмали и обнажением корня зуба. Непрерывное обнажение корня и выдвижение зуба над поверхностью края челюсти называется пассивным прорезыванием зуба. На рисунке представлены четыре стадии пассивного прорезывания зубов. Первая стадия – от момента прорезывания зубов до 20-30 лет дно десневой борозды находится на уровне эмали. Вторая стадия – 40 лет и позже, характеризуется ростом эпителия вдоль поверхности цемента и смещением дна борозды до цементно-эмалевой границы. Третья стадия – эпителиальное прикрепление полностью переходит с коронки зуба на поверхность цемента. Четвертая стадия – обнажается значительная часть корня зуба. Эпители десны и дно борозды целиком перемещаются на поверхность цемента. В стоматологии есть такое понятие, как розовая эстетика. Что это такое, что обозначает? Речь идет о цвете здоровых тканей десны. Стоматологическая композиция представляет собой комплекс тканей, окружающих зуб и интегрированных в облик человека. Зубы сравнивают с алмазами. Алмазы являются необработанными драгоценными камнями и только после огранки приобретают ценность, жизнь и игру. После огранки камни приобретают ювелирную ценность. Но лишь в ювелирном изделии, в оправе бриллианты обретают живой блеск и настоящую ценность. Так и с зубами. Если их отделить от тканей десны, это будет выглядеть как минимум странно и в то же время можно сказать о десне то же самое. Только когда они объединены в единый комплекс, формируется привычный для нас зубной ряд. На фотографии полости рта пациентов представлены варианты нормы десны. В норме десна имеет нежный розовый цвет у людей европеоидной расы и коричневый оттенок у людей с темным цветом кожи за счет вырабатываемого в клетках десны меланина. Выделяют в основном толстый и тонкий биотип десны. Существуют также промежуточные формы. Разновидность биоптипа зависит от количества соединительной ткани в поверхностном слое десны и от количества костной ткани. Если кортикальная пластинка кости тонкая, то вероятнее всего у пациента будет тонкий биотип десны. Разделение десны на биотипы основано на измерении ряда клинических параметров, таких как толщина прикрепленной десны, высота десневых сосочков, форма коронок зубов. Толщина прикрепленной десны позволяет прогнозировать вероятность рецессии десны, то есть возможность снижения уровня десны и оголения шейки зуба, и оценить возможность и целесообразность ее хирургического устранения. Характеристика тонкого фистончатого биотипа. Это чувствительный тонкий парадонт, толщина десны менее 1 мм, сильная степень бугристости ткани десны, незначительное отслоение свободной десны, сильная степень неровности контуров кости, подлежащие дегесценции и фенестрации. Мы их видим на слайде. Дегесценции – это утрата части альвеолярной кости со стороны вестибулярной, реже язычной поверхности зуба с образованием характерного овального дефекта, обнажающего пришеечный участок корня ниже эмалево-цементной границы. Фенестрации – это окончательный дефект альвеолярной кости со стороны вестибулярной или язычной поверхности, в результате которого обнаженная поверхность корня непосредственно соприкасается с десной или альвеолярной слизистой оболочкой. А также характерна минимальная зона кератинизированной десны, небольшие участки контакта передних зубов. Отношение высоты коронки к ее ширине менее 0,8 и высоте десневых сосочков более 4 мм. Повреждения приводят к ритмаме. Прицессии отмечается треугольная форма коронок. Давайте теперь рассмотрим характеристику толстого биотипа. Толстый биотип представляет собой толстые массивные ткани парадонта. Толщина десны полтора миллиметра и более. Гладкий контур десны, низкие десневые сосочки. Свободная десна расположена коронарно по отношению к эмалево-дентильной границе. Характерен толстый, плотный контур кости, широкая зона кератинизированной десны, широкая область контакта с опекальной стороны, квадратная форма коронок. Повреждения приводят к углублению карманов. Последние годы увеличился интерес к исследованиям взаимосвязи заболеваний зубов и тканей полости рта с общесоматическими патологиями. Представленная схема наглядно показывает влияние состояния определенного зуба на тот или иной орган. Особенно негативно сказывается удаление зуба, а также хронические очаги инфекции. Поэтому своевременная санация полости рта приобретает большое значение для всего организма. Хронически генерализованный парадонтит – это мультифакторное заболевание, возникающее под влиянием кумулятивного воздействия экзогенных и эндогенных общих и местных факторов, инфекционно-индуцированное иммунным повреждением парадонтального комплекса с большей вероятностью генетической предрасположенности. Является результатом нарушения равновесия между факторами агрессии, то есть парадонтопатогенами, и факторами защиты макроорганизма – полости рта и парадонтального комплекса, протекающие с инициальным поражением десны и последующим вовлечением в парадонтологический процесс других структур парадонта, характеризующиеся прогрессирующим волнообразным течением с исходом в резорпцию костной ткани альвеолярного отростка, разрушением удерживающего аппарата зуба, образованием парадонтального кармана и заканчивающимся выпадением или удалением зубов и несомненным нарушением функции зубочелюстной системы и организма в целом. Итак, среди приобретенных и природных факторов риска выделяют неудовлетворительную гигиену полости рта, все виды табакокурения и наркотических веществ, стрессы, возраст, медикаментозные средства, приобретенные иммунные нарушения, приобретенные заболевания эндокринной системы, воспалительные заболевания, нерациональное питание, гетерогенные факторы. Следует подчеркнуть, часто парадонтологи являются первыми специалистами, высказывающими предположения о наличии заболеваний внутренних органов. В настоящее время результаты данных клинических исследований подтверждают, что парадонтальные инфекции могут повлиять на течение беременности, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, патологию гастродуоденальной системы, лорорганов и системы крови. Таким образом, заболевание парадонта – это хроническая инфекция, которая вызывает развитие местного и системного иммуновоспалительного ответа организма, а также является источником бактериемии. Таким образом, профилактика и лечение заболеваний парадонта снижают риск развития системных хронических заболеваний. Давайте рассмотрим некоторые причинно-следственные связи с заболеванием. Например, на слайде мы видим схему рисунок возможного механизма влияния заболеваний парадонта на развитие преждевременных родов. Согласно данным научных публикаций, гормональные изменения в период полового созревания, беременности и менопаузы изменяют реакции организма и оказывают влияние на все органы и системы, в том числе и на ткани парадонта. При воспалительных заболеваниях парадонта повышается содержание медиаторов воспалений и простагландинов. Известно, что некоторые из этих веществ, такие как простагландин Е2, влияют на вероятность наступления преждевременных родов. Таким образом, можно предположить, что у беременных женщин с заболеваниями парадонта вероятность преждевременных родов выше, чем у здоровых. Кроме того, определенную роль играет наличие воспалительных процессов в других органах, тканях и различные материнские инфекции. Воспалительные заболевания парадонта повышают риск развития следующих осложнений – разрыва мембран, преждевременных родов, выкидыша, ухудшение здоровья новорожденного, повреждение нервной системы плода. Следующая наглядная иллюстрация предполагаемого механизма связи между развитием атеросклероза сосудов и парадонтитом. Лица с тяжелым хроническим парадонтитом имеют повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний наряду с традиционными факторами риска, такими как пожилой возраст, мужской пол, сахарный диабет, курение и отягощенная наследственность. В настоящее время подтверждено, что инфекция и хроническое воспаление, в том числе воспалительные заболевания парадонта, играют важную роль в возникновении и прогрессировании атеросклероза. Сердечно-сосудистые заболевания и заболевания парадонта имеют ряд общих признаков. Обе группы заболеваний чаще встречаются у пожилых мужчин, которые курят, страдают артериальной гипертензией и подвержены стрессам. Это дает основания предполагать, что заболевания тканей парадонта и сердечно-сосудистой системы также могут иметь схожие причины возникновения. Образование микробной биопленки приводит к воспалению парадонта и в последующем возможной потере зубодесневого соединения. Зубной налет в парадонтальном кармане подпитывает локальный воспалительный процесс и поддерживает выработку цитокинов клетками макроорганизма. Кроме того, бактерии зубного налета сами по себе могут вызывать развитие бактериемии. Оба компонента – бактерии и продукты иммуновоспалительной реакции организма – могут прямо или косвенно привести к развитию или усилению системного воспалительного ответа, вызывая атеросклероз. Рассмотрим основные клинические проявления на слизистой оболочке полости рта при общесоматических патологиях. Перед вами составленная комплексная таблица, где по горизонтали представлены заболевания, по вертикали – жалобы пациентов больных, связанные с полостью рта. Обратите внимание, что у пациентов с язвенной болезнью желудка и язвенной болезнью 12-перстной кишки, а также с сахарным диабетом, особенно первого типа, гипертонической болезнью превалируют такие жалобы, как нарушение вкусовой болевой чувствительности, гиперстезия и подвижность зубов, сухость полости рта, неприятный запах из полости рта и кровоточивость десен. При заболеваниях крови, лейкозах особенно выражена кровоточивость десен. Если говорить о сахарном диабете, то следует подчеркнуть, что сахарный диабет увеличивает риск развития как сердечно-сосудистых заболеваний, так и парадонтита. Гипергликемия приводит к повышению уровня глюкозы в десневой жидкости и слюне, способствуя росту микробной биопленки, вызывающей возникновение патологических изменений в тканях парадонта. Также при сахарном диабете отмечаются дефекты полиморфно-ядерных лейкоцитов и изменение иммунного ответа организма на действия парадонтопатогенов, в результате чего наблюдаются прогрессирующие разрушения костных структур. При сахарном диабете доминируют деструктивные формы, отмечаются обильные геморрагии в ткани, более высокая степень резорбции кости, частые парадонтальные абсцессы, часто множественные абсцессы, подвижность зубов. У больных с сахарным диабетом отмечаются более частые рецидивы, воспалительно-деструктивного процесса в тканях парадонта и, скажем так, плохой ответ на проводимое стоматологическое лечение, быстрая утрата достигнутого улучшения состояния десен. Далее смотрим по таблице. При объективном обследовании обнаруживается изменение цвета слизистой оболочки полости рта, от бледного до ярко-красного либо цианатичного оттенка. Отмечается отечность слизистой с обложенностью языка, с проявлениями автозного либо язвенно-некротического стоматита, кандидоза или лейкоплакия. Воспалительные процессы в полости рта и тканях периодонта чаще носят хронический характер и могут бессимптомно развиваться в течение многих лет при отсутствии надлежащего лечения. В свою очередь, местный хронический воспалительный процесс способствует индицированию или усилению выявленных ранее заболеваний, таких как атеросклероз и ишемическая болезнь сердца. Профилактика общих заболеваний, а также их осложнений, состоит в ликвидации очагов адентогенной инфекции в организме, соблюдении асептики и антисептики при всех диагностических и лечебных манипуляциях. По данным следующей таблички видим наличие парадонтальных карманов и подвижности зубов. По этим показателям можно судить о степени тяжести парадонтита. В чем заключается патогенез влияния парадонтальных карманов на течение основного заболевания? По данным ряда авторов, механизм влияния воспалительных заболеваний парадонта на атерогенез следующий. Парадонтальные карманы, будучи резервуарами патогенных микроорганизмов, высвобождают бактериальные компоненты, эндотоксины в кровоток, которые опосредованно с помощью противовоспалительных цитокинов и других медиаторов воспаления, продуцируемых клетками-респондентами, вызывают альтерацию эндотелия сосудов, гиперлепидемию и липидную инфильтрацию сосудистой стенки, а также стимулируют и поддерживают воспалительный ответ. Таким образом, запускается и поддерживается атерогенный процесс. Следовательно, наличие хронического генерализованного парадонтита можно рассматривать как фактор, усугубляющий течение сердечно-сосудистых заболеваний и, возможно, предрасполагающий к возникновению данной патологии. Эффективная профилактика, диагностика и лечение воспалительных заболеваний парадонта имеет не только местные благоприятные последствия, но и направлена на снижение кардиоваскулярного риска. Давайте теперь поговорим о факторе риска всех вышеперечисленных заболеваний, в том числе и парадонтиты. Это достаточно распространенная вредная привычка, как табакокурение. В настоящее время от болезней, вызванных табакокурением, в мире ежегодно умирает около 5 миллионов человек. В России около 300 тысяч человек. Это огромные цифры. В сигаретах содержится 4 тысячи различных веществ, из которых 43 являются канцерогенами. Табачный дым, обволакивая слизистую оболочку полости рта, влияет не только на ткани парадонта, но и является фактором риска развития онкологических заболеваний органов полости рта и глотки, вызывает около 75% случаев опухоли рта, губ, языка, горла, носа, гортания. У курящих отмечается в 4-7 раз выше риск развития рака органов ротовой полости. Курение способствует более быстрому образованию трудноудаляемого зубного налёта, так называемого налёта курильщика. Неудовлетворительная гигиена полости рта формирует корресогенную ситуацию. Курение маскирует наличие воспаления в тканях парадонта, так как десна у курильщиков фиброзирована, утолщена, повышенное роговение предотвращает развитие кровоточивости, при этом маскируется истинная тяжесть заболевания. Около 30% обращающихся к стоматологу пациентов курят. 40% стоматологов не спрашивают своих пациентов о том, курят ли они. 60% стоматологов, к сожалению, не проводят пояснительную работу и не рекомендуют бросить курить. На слайде представлены основные положения поведения у курящих пациентов, рекомендованные для врачей любой специализации. 1. Необходимо спросить, курит ли пациент, причем спрашивать на каждом приеме. 2. Ясно и настойчиво рекомендовать пациенту отказаться от курения с учетом его индивидуальных особенностей. 3. Оценить желание пациента полностью отказаться от курения. 4. Направить пациента к специалисту по отказу от курения. Есть еще такой научно доказанный факт. По результатам исследований женщины лучше заботятся о состоянии рта, чем мужчины, однако здоровье полости рта у женщин незначительно лучше. Это происходит вследствие влияния гормонов на весь организм, в том числе на ткани полости рта. 5. У мужчин чаще потери прикрепления десны до 6 мм. В 2,5 раза выше риск возникновения рака полости рта и глотки. Чаще возникают расщелины губы и нёба. 6. У женщин изменение уровня гормонов влияет на эффективность и дозировку медикаментов из-за скорости расщепления медикаментов. В 2 раза выше риск возникновения болей в височно-нижнечелюстном суставе и лица. 6. Женщины в 9 раз чаще страдают синдромом Шегрена. На рисунке показаны симптомы синдрома Шегрена. Также в полости рта наблюдаются изменения при этом. Повышенность содержания половых гормонов может приводить к изменению видового состава парадонтогенных микроорганизмов, автозному стоматиту, отёку слюнных желёз, увеличивается подвижность зубов, наблюдается гиперплазия дёсен. В период беременности при токсикозах возможно развитие кислотной эрозии, гормонального генгивита, подвижность зубов, ксеростомия, либо наоборот гиперцеливация. На фоне приема контрацептивных препаратов у женщин может развиться гиперплазия дёсен, повышение воспалительного ответа на местные раздражители, сухость в полости рта, либо гиперцеливация. Вам известны такие функции гормонов, как обеспечение физического, умственного и полового развития, обеспечение адаптации организма к изменяющимся условиям, поддержание постоянства внутренней среды организма гомеостаза. Доказано, что изменения в тканях парадонта возникают на фоне колебаний уровня эстрогенов как в репродуктивном возрасте в различные фазы менструального цикла, возможно появление кровоточивости отечности десны, увеличение воспалительного десневого выпыта, так и у женщин в посменно-паузальный период жизни происходит снижение эпителиального роговения, снижение слюноотделения, сухость полости рта, покраснение и цианоз десны, кровоточивость, призондирование и чистки зубов. Обратите внимание, пожалуйста, на следующий рисунок. На рисунке А мы видим десневую борозду в норме. Максимальная глубина борозды составляет 0,5 мм. Однако при зондировании инструмент может проникать в толщу краевого эпителя на глубину до 2 мм. На рисунке Б зубодесневое прикрепление не нарушено, так как это характеристика генгивита, процесса обратимого в отличие от парадонтита. На рисунке С потери прикрепления также нет, но мы видим глубокие карманы. Это так называемый ложный парадонтальный карман. Ложный парадонтальный карман может образоваться за счет отека десны. При этом диагноз генгивит, потому что зубодесневое прикрепление не нарушено и образуется всего лишь ложный карман, достаточно глубокий, но при этом без нарушение зубодесневого прикрепления. Это очень важно для дифференциальной диагностики генгивита и парадонтита. В отличие от генгивита парадонтит характеризуется нарушением целостности зубодесневого соединения, разрушением связочного аппарата зуба, рассасыванием костной ткани и образованием парадонтального или зуботесневого кармана. Степень тяжести парадонтита определяется тремя основными симптомами. Глубиной парадонтального кармана, степенью резорбции, то есть рассасывания костной ткани, подвижностью зубов. Рассмотрим рентгеновскую характеристику парадонтита лёгкой степени тяжести. На слайде представлена 3D-компьютерная томограмма пациента. У больного парадонтитом лёгкой степени тяжести отмечается снижение краевых отделов альвеолярных отростков на 1 треть – 1 четвёртую длины корней зубов, больше в боковых отделах верхней и нижней челюстей. Начальное проявление краевого остеопороза межзубных перегородок, истончение кратикальной пластинки в боковых отделах альвеолярных отростков верхней и нижней челюсти. У больных парадонтитом средней степени тяжести наблюдается снижение краевых отделов альвеолярных отростков челюстей до 1-2-2-3 длины корней зубов в боковых отделах и частично во фронтальных отделах верхней и нижней челюсти. В теле и ветвях нижней челюсти выявляются очаги пятнистого остеопороза. На верхней челюсти преобладает равномерный остеопороз. Отмечается снижение костной плотности парадонта. Отмечаются парадонтальные карманы различной глубины. При хроническом генерализованном парадонтите тяжелой степени тяжести на КЛКТ выявляется характерная рентгеновская 3D КТ семиотика, представленная на слайде. Атрофия альвеолярных отростков челюстей, убыль костной ткани по высоте, ширине, толщине альвеолярных отростков верхней и нижней челюсти во фронтальных и боковых отделах, вертикальная резорбция межзубных альвеолярных перегородок, костные карманы, фуркационная резорбция, очаги остеопороза вершин межзубных перегородок, расширение периодонтальной щели зубов, очаги разрежения костной ткани в периопекальной области, изменение положения зубов в зубном ряду вестибула оральном направлении. Снижение уровня краевых отделов альвеолярных отростков челюстей ниже уровня бифуркации маляров, ниже 2 3 длины корней оставшихся зубов. Вторичное отсутствие зубов, замыкательная картикальная пластинка альвеолярных отростков челюстей разрушена во всех отделах. Отмечается неоднородный остеопороз в боковых отделах альвеолярных отростков верхней и нижней челюсти, глубокие парадонтальные карманы в различных отделах. Давайте рассмотрим лечение парадонтита. Лечение парадонтита комплексное. Оно состоит из нескольких этапов. Начального этапа профилактического, терапевтического лечения, хирургического, ортопедического с обязательным диспансерным наблюдением. Профилактический этап включает в себя обучение гигиене полости рта, ориентация в выборе средств индивидуальной гигиены полости рта и формирование устойчивой правильной привычки. Терапевтическое лечение – это санация кариозных полостей, лечение периопекальных очагов инфекции, замена или корректировка реставрации. Выбор хирургического метода зависит от степени повреждения парадонтальных тканей. Подробнее рассмотрим на следующем слайде. Ортопедическое лечение является конечным этапом и состоит из устранения дефектов зубного ряда с применением различных современных конструкций. И, наконец, диспансерное наблюдение больных, то есть активное динамическое наблюдение с учетом индивидуальных особенностей общего состояния здоровья и стоматологического статуса во все возрастные периоды. Критерием для снятия с учета является клиническое выздоровление или стойкая ремиссия в результате устранения причинных и предрасполагающих факторов. Итак, хирургические методы лечения заболеваний парадонта к ним относятся. Резективные методы – это опекально перемещаемый лоскут, гингивектомия, резекция корня. Репаративные методы, то есть для заживления – это кюритаж, открытый кюритаж, лоскутные операции. Регенеративные методы, то есть для восстановления – это метод направленной регенерации. И операции, обусловленные специальными показаниями, например, оперативное лечение одиночных и дистально расположенных зубов, клиновидное истечение дефекта, сепарация зубов, френглотомия, вестибулопластика и т.д. Рассмотрим заболевания из группы воспалительных процессов челюстных костей, челюстно-лицевой области у детей. Остеомиелит – это острое воспаление костного мозга с вовлечением в патологических процесс всех элементов кости. В зависимости от пути проникновения инфекции в кость и механизма развития процесса различают три формы остеомиелита лицевых костей – адентогенную, гематогенную и травматическую. По данным исследований, адентогенный остеомиелит у детей встречается в 80% всех случаев остеомиелита челюстей у детей, гематогены в 9% – травматические в 11% случаев. Острый адентогенный остеомиелит – это гнойно-инфекционное воспалительное заболевание челюстных костей, при котором источником инфекции являются поражённые осложнениями кариеса зубы. Адентогенный остеомиелит вызывается бактериальной флорой, присутствующей в очагах воспаления пульпы и периодонта. У детей источником инфекции в 80-87% случаев являются молочные моляры и первый постоянный моляр на нижней и верхней челюстях. На рисунках 1 и 2 показана схема распространения воспалительного процесса от больших коренных зубов на верхней и нижней челюсти. Остеомиелит характеризуется повреждением всех компонентов кости. Морфологически для него характерна триада – тромбоз костно-мозговых сосудов, гнойное расплавление костного мозга и некроз костных балочек. Вторично в воспалительный процесс вовлекаются надкосницы, околочелюстные мягкие ткани и лимфатические узлы. С течением времени некротизированная костная ткань отграничивается, формируются секвестры, окруженные секвестральной соединительно-тканной капсулой и нередко зоной повышенной осификации, которые представляют собой демаркационную зону. Характер секвестрации зависит от строения костной ткани, характера кровоснабжения данной зоны, характера нарушения кровоснабжения, особенностей функционирования звеньев местной и общей реактивности, характера интенсивности и сроков проводимого лечения. Таким образом, при хроническом остеомиелите существуют деструктивные процессы, которые преобладают в периоды обострения и продуктивные процессы, которые начинают преобладать с течением времени. Выделяют предрасполагающие факторы снижение защитных сил организма, предварительная сенсибилизация, наличие хронических очагов инфекции, нарушение иммунитета, а также нарушение микроциркуляции в очаге. Острая стадия заболевания начинается с подъема температуры тела до 38-39 градусов Цельсия, сопровождающегося ознобом, общей слабостью и недомоганием. У детей младшего и пубертатного возраста при подъеме температуры тела могут появиться судороги, рвота и расстройства функций желудочно-кишечного тракта, что свидетельствует о раздражении центральной нервной системы в результате высокой общей интоксикации организма. Следует опасаться развития острого адентогенного сепсиса. При осмотре отмечается бледность кожных покровов и слизистых оболочек. У ребенка исчезает аппетит, ребенок плохо спит, становится капризным, беспокойным из-за острых болей. При бурно развивающемся остром остеомиелите от момента появления первых признаков острого пульпита до развития остеомиелита проходит в среднем 1-2 дня, за которые не удается клинически установить переходные формы воспаления. Местное заболевание проявляется разлитым воспалением вокруг инфицированного зуба. Причинные и соседние с ним интактные зубы имеют патологическую подвижность вследствие расплавления кости гнойным эксудатом и потери ею опорной функции. В зависимости от протяженности некроза костной ткани выделяют формы адентогенного остеомиелита, ограниченный, очаговый, диффузный. Диагностика острого адентогенного остеомиелита у детей основывается на сопоставлении общих местных симптомов и данных лабораторных исследований. Местные диагностические симптомы. Во-первых, если мы говорим об адентогенном остеомиелите, то должно быть наличие причинного зуба как источника инфицирования кости. Патологическая подвижность нескольких рядом стоящих интактных зубов. То есть здоровые зубы рядом также будут подвижны. Разлитой острый гнойный переостит с локализацией подноткосничных гнойников с обеих сторон альвеолярного отростка – оральной и вестибулярной. Околочелюстная флегмона – аденофлегмона. Лечение острого адентогенного остеомиелита заключается в проведении комплекса лечебных мероприятий, направленных на скорейшую ликвидацию гнойно-воспалительных очагов в кости и окружающих мягких тканях, а также на устранение нарушений важнейших функций организма, вызванных основным заболеванием. Обе эти задачи решаются одновременно, а их результаты находятся в прямой зависимости друг от друга. Чем быстрее ликвидируется нагноительный процесс в челюстно-лицевой области, тем успешнее справляется организм с инфекционным началом и наоборот. Характер лечебных мероприятий и последовательность их осуществления определяются совокупностью клинических данных, в первую очередь таких как тяжесть заболевания, характер и локализация воспалительного процесса. Больные подлежат немедленной госпитализации в специализированное челюстно-лицевое отделение или, в виде исключения, в общее хирургическое отделение больницы, в которой имеется стоматолог-хирург. Вопрос о своевременном удалении причинного зуба имеет большое практическое значение. При остром адентогенном остеомиелите подлежат удалению все временные и многокорневые постоянные, а иногда и однокорневые постоянные зубы на нижней челюсти, являющиеся причиной заболевания. Удаляя зуб, мы тем самым устраняем первопричину, вызвавшую и поддерживающую нагноительный процесс в кости, а также обеспечиваем благоприятные условия для эвакуации гноя из очага в кости. Удалением зуба мы устраняем и источник аллергизации организма, при этом лунка зуба после его удаления выполняет своеобразную роль естественного дренажа. Важно подчеркнуть, что после удаления зуба вскрываются костно-мозговые пространства, что в свою очередь ведет к снижению внутрикосного давления и образованию более естественного и короткого пути для эвакуации гноя. В детском возрасте сохраняют, как правило, постоянные однокорневые зубы. Речь идет чаще всего о передних постоянных зубах на верхней и нижней челюстях. При хорошей проходимости корневых каналов и возможности ежедневного контроля за состоянием больных после вскрытия абсцесса и стихания острых воспалительных явлений в дальнейшем эти зубы пломбируют до заживления раны по переходной складке. Удалив зубы, выполняет переостотомию, то есть вскрытие подноскосничных абсцессов, часто с двух сторон с дренированием раны. Осложнение острого донтогенного остеомелита, переход в хроническую форму, развитие абсцессов, флегмон, артрит височно-нижнечелюстного сустава, синусит, паротит, сепсис. На слайде представлена ортопантомограмма больного с адентогеном, первично-хроническим продуктивным остеомелитом нижней челюсти и обзорная рентгенограмма костей лица в прямой проекции. Отмечается диффузное поражение нижней челюсти. Лечение хронического адентогенного остеомелита консервативное, включает антибактериальное, гипосенсибилизирующие, иммунотерапия, общеукрепляющее лечение, а также физиолечение. При наличии крупных секвестров погибших зачатков зубов проводят хирургическое вмешательство – секвестроктомия. Исходы остеомелитов зависят от клиника рентгенологической формы хронического остеомелита. Как правило, своевременно начатое и комплексно проведенное лечение прерывает течение воспалительного процесса. Исходы и осложнения хронического остеомелита у взрослых представлены на слайде. У детей выздоровление нельзя считать полным, так как дети теряют зачатки постоянных зубов. Интактные постоянные зубы расположены в зоне патологического очага. У них остаются дефекты, деформации и недоразвитие костей лицевого скелета, анкилоз височно-нижнечелюстного сустава. Вторичная адентия является частым исходом хронического остеомелита, сопровождается недоразвитием части альвеолярного отростка в зоне гибели зачатков постоянных зубов, что создает условия для развития вторичных деформаций верхней челюсти, редко всей средней зоны лица, деформации альвеолярного отростка и тела верхней челюсти. Деформация и недоразвитие челюстных костей являются также частным исходом хронических остеомелитов. Однако при деструктивной форме они наиболее значительны, так как гибель ростковых зон сочетается со слабой репаративной реакцией. Это наблюдается у детей младшего возраста при тяжелом течении хронического адентогенного остеомелита и сопутствующих заболеваниях, усугубляющих тяжесть проявления последнего. К профилактике адентогенного остеомелита относятся предупреждение развития кариеса, лечение кариеса молочных маляров целью предотвращения его осложнений, пульпита, периодонтита, диспансеризация детей с хроническим пульпитом и периодонтитом, своевременное удаление молочных зубов наиболее частого источника инфицирования кости. Особо следует контролировать исходы лечения хронического пульпита и периодонтита в течение первых 6-12 месяцев после лечения. При отсутствии положительных результатов терапии в эти сроки молочные зубы необходимо удалять независимо от возраста ребёнка и времени смены зубов. Это наиболее эффективный способ профилактики более тяжёлых форм воспалительных заболеваний адентогенной природы, в том числе острого и хронического остеомелита адентогенных воспалительных кист. Таким образом, на сегодняшний день воспалительные заболевания челюстно-лицевой области занимают одно из лидирующих мест по причинам обращения пациентов, комплексный подход к профилактике и лечению которых позволит уменьшить или предотвратить развитие серьёзных осложнений. Постоянное обновление и совершенствование знаний по данной проблеме является неотъемлемой частью непрерывного образования каждого врача-стоматолога, а также врачей смежных специальностей. Спасибо за внимание и будьте здоровы!